Всем привет! Меня зовут Оксана. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы с вами красимся и переносимся на площадку Озон. Я собрала для вас самую высокорейтинговую косметику. Ту косметику, на которую оставляют больше всего положительных отзывов на пятерочку. Есть у меня уже видео на тему самая покупаемая косметика на Wildberries. Ссылку на это видео я обязательно оставлю в инфобоксе в описании. Там же вы сможете найти ссылки на все мои дополнительные соцсети. Телеграм-канал, Яндекс.Зен, ВКонтакте. В общем, что вам удобно, на какой площадке более удобно смотреть, присоединяйтесь. И вообще просто на все присоединяйтесь. Я вам буду очень рада. Конечно же, я вам напоминаю про лайки, комментарии, подписки. Не забывайте про свою активность. Она очень ценна. И я вам буду за нее тоже очень благодарна. Поехали! Начну я, конечно же, с базы под макияж. И самая рейтинговая база на Озон. Это вот такая трехцветная база китайского производства. Бренд называется John Tam, если я не ошибаюсь. И эта же база была самая покупаемая на Wildberries. Поэтому я решила не повторяться, потому что будет неинтересно. И я взяла следующую по количеству отзывов базу. И это получилось основа праймер под макияж от белорусского бренда Belita. Если здесь 5500 положительных отзывов, то здесь 2200, что-то в этом роде. Что это за база? Что она должна делать? Прозрачная, дышащая, выравнивающая. Так, заполняет микрорельеф кожи, мелкие морщинки и поры. Предотвращая накапливание в них тонального крема. Облегчает удаление макияжа. И позволяет коже дышать. У меня сейчас кожа достаточно сухая, обезвоженная. Потому что я с ней делаю некоторые манипуляции. Все-таки я хочу привести ее в тот вид, в котором я хочу ее видеть. Но, тем не менее, буду сейчас пробовать эту базу. Она как будто бы силиконовая, потому что она такая достаточно скользкая. Скользит, прозрачная и должна вроде бы как заматировать. Наносить базу я буду в Т-зону. И надеюсь, что она мне все-таки хоть немножко подойдет. Я хочу сказать еще, что на эту базу есть достаточно много хороших отзывов, которые говорят о том, что ее покупают годами. С года в год, раз за разом. И она подошла, подходит и очень, вообще-то, в принципе, во всем устраивает людей. Но, конечно же, нашлись те, кому она не подошла. Она вызывает высыпания, комедоны. Естественно, всем не угодишь одним продуктом. Это само собой. Но раз люди все-таки стараются писать на нее отзывы, может, она и действительно так хороша. Но мне бы сейчас была, конечно, более актуальна вот такая база, которая немножко цвет-коррекцию делает и немножко нивелирует вот эти вот все покраснения. Но давайте будем пробовать сейчас прозрачную. Она должна немножко сгладить рельеф кожи. Вот. И, собственно говоря, тональный должен ложиться намного красивее. Но пока что, когда вот она такая невидимая, очень сложно как-то ее оценить. Уже, наверное, по финальным каким-то штрихам будет более понятно, на что вообще она способна, эта база. Я могу сказать, что она действительно немножко выровняла тон. Она очень приятная. И в ней, кстати, такой, знаете, приятный аромат. Он не очень насыщенный, но он вообще какой-то флэшбэк с детства, что ли. Вообще в белорусских брендах такие ароматы, которые вызывают воспоминания из детства. Да, что-то есть в этом роде, но очень приятный. То ли цветочный, то ли конфетный какой-то. Не совсем понимаю. Не могу прям так его описать, но очень приятный. И вообще наносится она очень легко, распределяется. Вроде как быстренько она так впитывается, подседает на кожу. Нету никакого ощущения жирной пленки. И вообще первые впечатления очень такие приятненькие. Ну, насчет пор сейчас, конечно, посмотрим, как будет ложиться тональное средство. И уже, я думаю, тогда можно будет это все намного лучше оценить. Теперь переходим к тональному средству. И самое рейтинговое, это Maybelline Fit Me. Матовая кожа плюс невидимые поры. Для нормальной, склонной к жирности кожи с глиной идет это тональное средство. У меня 116 оттенок песочно-бежевый. Что должно делать это тональное средство? А оно должно делать кожу гладкой, сокращая видимость пор, обеспечивает бархатное покрытие и позволяет коже дышать. Все сегодня позволяет коже дышать. Это очень хорошо протестировано под дерматологическим контролем. Здорово. Следующее по рейтингу есть тональное средство у меня тоже в арсенале. Это L'Oreal True Match, но это сатиновое покрытие. А я все-таки хочу скрыть свои поры, которые у меня видимые, которые я немножко зашлифовала базой под макияж. И заодно проверим, сделай же ли это тональное средство. Мои поры невидимые. На эти тональные средства я буду спонжем. И самым рейтингом оказался Блендер Мейкап Спонж от Лимони. И еще отмечен он как победитель Best of Beauty Glamour в 2020 году. И еще он гипоаллергенный. Достаточно такой в меру упругий и в меру рыхлый. Должен хорошо все распределять. Мой спонж в бежевом цвете. Он еще представлен в малиновом, в черном цвете. И в общем и целом на него почти 3000 положительных отзывов. Ну, я вам скажу, как для спонжа, то это очень даже неплохо. Наносить я буду на одну половинку лица, чтобы можно было сравнить. Под глаза я особо заходить не буду, потому что у меня еще будет консилер, конечно же. Но, тем не менее, давайте-ка сейчас посмотрим. Я уже давным-давно не пользовалась этим тональным средством, если честно. Но ложится оно достаточно таким тонким слоем и перекрывает достаточно хорошо. Так, поры, наверное, нужно наносить более такими закручивающими движениями, подкручивающими, чтобы все-таки их немножко сгладить. Но, если честно, мне уже не очень нравится, как он здесь выглядит на порах. Сейчас я его немножко утрамбую, и, может быть, это все будет выглядеть покрасивее. Но, в целом, тон лица он перекрывает достаточно хорошо. Пока я буду красить вторую половинку, хочу сказать все-таки, что тон лежит очень комфортно на коже. И он достаточно хорошо перекрыл мои покраснения, высыпания даже вот здесь он хорошо перекрыл. Он красиво выглядит на коже. И довольно-таки тонким слоем это все дело обошлось. И здесь на расширенных порах он все-таки достаточно хорошо уже лег, когда немножко подсел. Все-таки я решила, что сегодня прохожу с этим макияжем целый день, потому что хочу посмотреть, как будет на этой базе сегодня носиться тональное средство. И, в принципе, как эта база себя зарекомендует. Может быть, я тоже напишу свой отзыв об этой базе и тональной основе. Но, тем не менее, сейчас пока что мне вот эта сторона очень нравится. Прошло там несколько минут, она уже подсела и выглядит вполне так очень даже прилично. Спонж, кстати, мне тоже очень понравился, как наносит тональное средство и распределяет по коже. Но все-таки 116 песочно-бежевый оттенок, все-таки, я смотрю, делает мою кожу немножко желтоватой на камере. Я надеюсь, в конечном итоге это все будет не настолько желтым выглядеть, как это я вижу сейчас. Дальше у меня консилер, а консилер самый рейтинговый, это тоже Fit Me. Я думаю, многие его знают, у меня он такой уже страшненький. Я вам его вблизи показывать не буду. Здесь было очень много всяких наклеек налеплено, да, и это, блин, я не понимаю, почему так делают. Это все потом очень некрасиво выглядит. Fit Me, такой же консилер из этой же линейки, тоже матирует, и он достаточно сильно кроющий. Я буду наносить его совсем чуть-чуть и нанесу еще вот в эту зону, где крылья носа. И немножечко, наверное, все-таки перекрою еще высыпания, которые такие у меня явно выраженные. И чуть-чуть нанесу вот сюда и распределю, опять же, спонжи. А на сам консилер, к слову, почти 20 тысяч положительных отзывов, 5-звездочный консилер. Вообще он хорошо кроет, действительно он хорошо перекрывает, но у меня он достаточно, знаете, так сильно подчеркивает мимические какие-то морщинки и проваливается, собственно говоря, в них. То есть для меня это не самый лучший вариант. Тот же Catrice, камуфляж или какие-то даже очень плотные, которые от пупа, они на мне, на моей коже выглядят как-то более незаметно. А этот прям вот я всегда вижу консилер. Но посмотрим еще, как он будет в конце дня себя вести. В общем-то, поглядим. Теперь мы переходим к оформлению бровей. И здесь, конечно же, на первом месте по рейтингу карандаши для бровей автоматические Ренсабо Аркадо. Это неудивительно, потому что на самом деле карандаши эти очень классные. У меня 0,3 оттенок. Вообще для себя я очень люблю использовать 0,2 оттенок у этих карандашей, но он у меня уже закончился. Так что я буду использовать 0,3 оттенок, сделаю брови чуть потемнее. Я начинаю рисовать всегда себе из апекса вот эта вот верхушка, добавляю его немножко. Но так как оттенок такой достаточно темный, я не буду очень сильно углубляться. Сделаю такой более четкий хвостик и подведу, как обычно, вот эту направляющую линию. Здесь у меня еще есть проплешинка. Я ее чуть-чуть подтяну и вот так вот растушую. Очень удобно, когда в карандаше есть щеточка, которую можно все растушевать. Это прям супер-мега удобно. Если вам нравятся такие сухие карандаши, то, конечно, вам стоит обратить внимание на них, если вы еще их не пробовали или даже не знаете. Ну, я на самом деле сомневаюсь, что вы еще не знаете про эти карандаши. Но, конечно, если вы любите более такие пудровые, более мысленистые, допустим, даже карандаши, то вам, конечно, вот такие не подойдут. Но я очень люблю такой формат карандашей и мне нравится, что они автоматически не требуют затачивания. На этот карандаш, кстати, 25 тысяч положительных отзывов. Это очень много, я считаю. Но, тем не менее, он достаточно давно на рынке и это, опять-таки, неудивительно, потому что он просто классный. Самым рейтинговым гелем для бровей оказался гель тоже от Виен Сабо и называется он Фиксатюр. У меня еще не было этого геля для бровей, так что это мой первый раз с ним. И здесь, ух ты, вот здесь, кстати, должна быть очень удобная щеточка, потому что здесь есть и короткие, и длинные ворсинки. Но именно длинные ворсинки, они идут ребром с одной стороны, вот так вот. То есть, как бы, если вам там не хватает, да, вот этих коротких, которые по диаметру идут, то здесь есть длинные, можно вот так вот прям взять и расчесать. Ну, я думаю, что должна быть эта щеточка достаточно удобная, потому что прошлое мое видео, в котором я делала обзор на белорусскую косметику, и там новинка тинт для бровей, гель-тинт для бровей, вообще, у меня щеточка просто привела в дикий ужас, потому что она неудобная абсолютно была. А здесь прям должна быть очень классная. Ну, ладно, давайте-ка я не буду поначалу петь такие дифирамбы, надо все-таки попробовать и вообще посмотреть, как в конце дня будет фиксировать этот гель, как он продержится на протяжении дня. Так что давайте-ка буду наносить, и сейчас, тарарам, барабанная дробь сначала вниз. Кстати, сейчас возьму вот эти вот как-то такие длинные, где они? Где вы длинные? Ага, опустила. И ограничитель, кстати, срабатывает очень классно, потому что абсолютно не видно между щетинками лишнего геля, который потом оказывается на бровях такими кусками, и это все на солнечном свете бликует и выглядит некрасиво. Получаются такие не очень красивые брови, а здесь прям все очень так умеренно. Слушайте, это прям очень красиво получается, абсолютно естественно, нету никаких крупинок, которые иногда бывают в геле. Очень так все получается, естественно. Ну, посмотрим, как еще он зафиксируется и как будет держаться на протяжении дня. Переходим к оформлению лица, потому что сейчас оно такое достаточно плоское, нужно бы добавить уже рельеф. Самым рейтинговым бронзером оказался бронзер от Revolution, но он не пришел разбит. Такая, знаете, обыденная история, но там, кстати, не так много положительных отзывов, но больше всего. Всего 700, и я начала искать палетку для оформления лица, и самая рейтинговая оказалась палетка от NYX. Это 3 Step 2 Sculpt, и здесь уже около 3000 положительных отзывов. У меня в оттенке Light, здесь есть скульптор, хайлайтер и пудра. Но пудра здесь в таком достаточно желтом цвете, она у меня уже вот так вот выглядит. Пудра в достаточно желтом оттенке, и мне она сейчас не подойдет, потому что я и так для себя сейчас немножко выгляжу с желтым таким оттенком. И хайлайтер здесь довольно такими крупными сияющими частичками. И скульптор здесь в этом оттенке Light, он дает такую небольшую рыжинку. Начну я скульптурирование и возьму скошенную пушистую плотную кисть. Так, сначала я сделаю немножечко такое углубление легкое, потому что я уже, честно, давно не пользовалась этой палеткой. И в свое время, в свое время ее очень сильно рекламировала, может и сейчас рекламируется, я не знаю, визажист Гуара Виттисян. Я думаю, вы слышали, и тогда она очень часто, еще года два назад или три, она прям постоянно использовала эту палетку. И очень ее всем рекомендовала, как достаточно хорошую и достаточно бюджетную. Сейчас она, не знаю уже сколько стоит. Так, сейчас я сделаю совсем такую легкую тень. Он немножко, этот скульптор рыжит, поэтому я даже, скорее всего, могу его использовать как бронзер. Сейчас я сначала нанесу более локально, а потом немножко более пушистой кистью хочу подрастушевать. Дальше переходим к хайлайтеру. Я буду его наносить с этой же палетки. Несмотря на то, что самым рейтинговым хайлайтером оказался тоже хайлайтер от Revolution. У меня в оттенке Pitch Lights. Но я его сегодня не буду использовать, потому что, несмотря на то, что он выглядит так достаточно красиво, но он в таком розовом хамелеонном оттенке. И если взять палетку теней, то он вообще мне сегодня, грубо говоря, ни туда, ни сюда. Так что я буду его использовать в другом каком-то видео. Так что, кстати, не забывайте подписываться, не забывайте нажимать на колокольчик, который вам всегда напомнит о выходе новых видео. И не забывайте про комментарии и лайки. И еще, конечно, не забывайте, что ваши комментарии и ваши лайки мне всегда очень приятны. Мне всегда они очень полезны для продвижения канала. И вообще, в принципе, я всегда очень рада, когда вы что-то пишете мне приятное, либо просто по теме видео. Хайлайтер я буду наносить синтетической кистью и набираю я его, а он не набирается. Почему не набирается? Странно. Да, на палец, конечно, намного лучше набирается, но ладно уж. Так. Он золотой, и в нем есть такие достаточно видимые сияющие частички, но тем не менее. Я, кстати, летом его любила наносить на ключицы. Мне он там нравился намного больше. Но и розовый этот сейчас вроде как персиковый, но розовый этот мне сейчас тоже не подходит. Поэтому давайте-ка уже с этой палетки, раз уж она у меня в руках, почему бы и нет. Теперь переходим к пудре. И самая рейтинговая пудра это Maybelline Fit Me. И, кстати, она была самая покупаемая на Valveris. Но, слушайте, мне кажется, компания Maybelline все-таки пообещала какие-то бонусы за отзывы, потому что это все-таки третий продукт, который самый рейтинговый, на который больше всего отзывов положительных. Мне эта пудра не очень нравится, потому что она ложится какими-то комочками. Со временем она как будто бы оседает и выглядит получше, но тем не менее. Ладно, она мне просто подойдет сейчас по цвету. И еще она, собственно говоря, здесь самая рейтинговая, поэтому буду опять ее использовать. Набираю я ее совсем чуть-чуть. Она набирается, кстати, достаточно хорошо. И я нанесу ее под глаза. И что? А, кстати, здесь есть зеркало. Вот так вот, все серьезно. Так, и она, кстати, да, несмотря на то, что она все равно у меня ложится какими-то комочками под глазами, она достаточно неплохо здесь заблюрила поры. Ну, я все-таки, опять же, не могу сказать, что я в восторге от этой пудры, но есть такому место быть продукту. Все-таки люди на него пишут отзывы. Я надеюсь, все-таки от чистого сердца, а не забалы. Но, тем не менее, не могу я влюбиться в эту пудру. Какая-то она не моя. Совсем я забыла про румяна. А румяна это Диваж Велевет Компакт Блаж. У меня оттенок 8701, и на них около 3000 положительных отзывов. Если честно, я думала, что будут какие-то другие румяна, но Диваж тоже, кстати, неплохие. Они очень приятные по текстуре. Но не знаю, как они уже лягут на этот пирожок, потому что я нанесла и пудру, и хайлайтер, и скульптор. В общем-то, надо было хотя бы перед пудрой это все дело нанести. Но сейчас посмотрим. Возьму я натуральную кисть, вот эту свою любимую. Они, кстати, не сильно пылят, очень хорошо набираются. Я, кстати, вчера их наносила этой же кисточкой, и мне, в принципе-то, очень понравились они. Потому что еще и оттенок очень такой натуральный, без явно выраженного розового потона, без персикового. Прям такие нейтральные, очень хорошенький. Ну, кстати, вроде как неплохо еще все это дело можно стушевать. Еще немножко сюда добавлю, на носик. Теперь переходим к глазам. И самая рейтинговая палетка, это вот такая палетка от бренда DUDU Girl Professional Makeup. Я, если честно, первый раз вижу такой бренд. Но ладно. Более 4,5 тысяч положительных отзывов. Палетка называется Ultimate Air Shadow 16 Colors Palette. Есть несколько вариантов этой палетки. Цветовой гамме имеется в виду. Я выбрала вот такую более классическую коричневые оттенки. И есть еще фиолетовая гамма. Что, собственно говоря, сейчас очень актуально. Из 16 оттенков, 7 оттенков сатиновых сияющих и 9 оттенков матовых. Матовые оттенки, они достаточно такие полупрозрачные. Особенно вот эти светлые. А более темные, вот их тут аж 3. 2 коричневых и фиолетовые. Они уже более пигментированные. Сияющие тени, которые тоже более темные. В принципе, все сияющие, они довольно-таки мысленистые. Они хорошо, легко наносятся. Но более темные оттенки, они более пигментированные. И еще какие-то более мысленистые. В то время как вот эти светлые, сияющие, они какие-то чуть более полупрозрачные. По сравнению с темными. Сейчас давайте я хочу нанести вот этот светлый оттенок на все века. Чтобы немножко его выровнять. А там уж поглядим. Набираю этот светлый оттенок. Немножко пылят. Но главное, чтобы не осыпались. И хочу заполнить прям вот это верхнее неподвижное веко. И тушевка будет потом ложиться немножко полегче. Я надеюсь, конечно. Но этот оттенок, он практически незаметный. Очень такой... Чуть-чуть дает розовинку. Но прям меловой такой самый светленький оттеночек. Дальше следующий оттенок, чуть более темный. И я занесу его в складочку. Совсем чуть-чуть. Но в складочку я его заношу прям вот полностью на все века. Ну, кстати, пока что выглядят они очень даже неплохо. И мягкие такие. Они немножко пылят. Но они не осыпаются. Так что нормуль. Дальше я вот этот сияющий оттенок в уголочке нанесу на все неподвижное веко. Вот этой синтетической кистью. А потом... А потом мы будем еще точечно пальчиком добавлять более такой интенсивный оттенок вот этого, скажем так, старого золота. А сейчас я хочу прям нанести более такой светлый золотой оттенок. И, кстати, переносится он достаточно хорошо. Абсолютно не осыпается. И очень красиво, деликатно выглядит на веки. Дальше маленьким бочонком я хочу занести во внешний уголочек коричневый оттенок. То ли этот, то ли этот. Если честно, на свочах я особой разницы между ними не вижу. Так что возьму их два, смешаю. И... Сейчас возьму зеркало. Самый уголок. Вот так вот буду его набивать. Еще добавлю немножко сияния вот этого коричневого в уголочек. Вот сюда, где я его затемняла. Вообще хочу сказать, что эти тени, они довольно-таки неплохие. Особенно за свою стоимость. Это очень классная находка. Потому что они абсолютно непроблематичные в нанесении, в растушевке, как вы видите. Они довольно-таки приятные, имеют оттенки. И очень красиво, я бы сказала, выглядят на веки. Теперь давайте вот этот золотой такой оттенок. Даже, можно сказать, бронзовый. Я хочу нанести на серединку века. Вот так вот. Хотя даже вот отсюда я его нанесу. А вот этот самый светлый сияющий оттенок я нанесу во внутренний уголочек. Самый рейтинговый лайнер выглядит вот так вот. Очень лаконичная белая упаковочка. Бренд называется Jean-Michel. Лайнер Perfect Line Easy Pen One Professional Air Marker. Маркер этот очень даже такого неплохого качества. У него фетровый наконечник, который рисует очень тонкие, достаточно стойкие линии. И, в принципе, на сам лайнер больше 5500 положительных отзывов. Самая рейтинговая тушь это тушь от Vivienne Sabo Cabaret. Но я решила, что это прям очень классический такой вариант. Поэтому начала искать еще что-то тоже с высоким рейтингом. И наткнулась на тушь от Maybelline. Опять Maybelline Lush Sensational. Но она у меня не в классическом черном оттенке. У меня оттенок Burgundy Brown. Черный оттенок. В черном оттенке она у меня уже засохла. Но давайте накрасим таким интересным оттенком. И, в принципе, это тоже своего рода классика. Но, тем не менее, хотя бы оттенок другой. И уже вроде как что-то поинтереснее. Оттенок этот очень не нравится. Он достаточно интересный. Может быть, не под этот макияж. Я просто не сразу посмотрела, что у меня черный оттенок уже засох. Но ладно. Это тоже хорошее. У нее достаточно много положительных отзывов. И я знаю, вы тоже в курсе, что она классная. Она хорошо наносится, распределяется. У нее удобная щеточка, которая хорошо завивает реснички. И они красиво выглядят. Поэтому, почему бы и нет. Очень даже достойный вариант для самой рейтинговой... Ну, скажем так, для одной из самых рейтинговых тушей. Переходим к губам. И карандаш для губ самый рейтинговый. Это, конечно же, Vivienne Sable. Мне очень нравится. 103 оттенок. А помады для губ. Это Reluie Nude Matte. Это губная помада. Матовая, жидкая. И у меня она в оттенке 26. На карандаш, кстати, почти 20 тысяч положительных отзывов. Это неудивительно, потому что они очень популярны. Мне нравятся больше всего 101, 102, 103 и еще, кажется, 110. Забыла вот этот последний оттенок, который мне нравится больше всего. Но, в принципе, они очень комфортны. И оттенки там... В оттенках там довольно-таки широкая гамма. Поэтому неудивительно, что на них столько положительных отзывов. А на жидкую губную помаду больше 6000 положительных отзывов. Давайте-ка сейчас я ее нанесу. Потому что уж очень любопытно. Она, я, насколько смотрела на свотче, она довольно-таки полупрозрачная. И, кстати, я думала, что этот оттенок, он больше будет уходить в такой светло-коричневый, что ли. Но как-то он выглядел немножко по-другому на свотчах. Ну, ладно, такой темно-пыльно-розово-фиолетовый тоже ничего. Ну, кстати, очень комфортно. Прям так скользит очень легко. И красиво пока что выглядит на губах. Еще меня заинтересовало средство для снятия макияжа. И, конечно же, самые высокие рейтинги, в принципе, самые популярные. Это классическая Гарниер. Там больше 20 тысяч положительных отзывов. Или около 20. Но это мы все знаем, да. Я хотела посмотреть еще какое-то. И мне предложили по количеству отзывов около 8 тысяч. Вот такое средство от Нивея. Я его еще не пробовала. С понтенолом. Говорят, успокаивает. Но пока что я уже, кстати, несколько раз снимала им макияж. В принципе, мне очень даже нравится. Потому что у меня есть вот такое тоже от Нивея Эксперт. Оно даже для стойкого макияжа. Но мне вообще не очень нравится, как оно снимает макияж. Как-то жестко, что ли. Я не понимаю. Вот некомфортное, в общем, это средство для меня. Вот это более мягкое. Я, кстати, посмотрела чуть ближе на себя в зеркало. И увидела это такой винный, достаточно темный фиолетовый оттенок на губах. И подумала, что может стоит все-таки трансформировать немножко макияж глаз. И добавить вот этот фиолетовый сияющий оттенок на золотистый. И, в общем-то, посмотрим, что из этого получится. Слушайте, на мой взгляд, получилось довольно-таки неплохо. Тем более, два варианта макияжа. Почему бы и нет? Ну, в принципе, с этой палеткой можно еще пофантазировать и сделать еще несколько макияжей. Но это уже не сегодняшняя история. Не забывайте, что сейчас я покажу, как выглядел макияж в конце дня. А вы пока тоже не забывайте про лайки, комментарии и подписки, если еще не подписались. Обязательно комментируйте, что вы думаете на этот счет. На самом деле, стоят ли внимания все эти продукты, всех этих рейтингов. Обязательно напишите свое мнение. Ну что ж, давайте теперь подведем итог. У меня на часах сейчас... Что у меня на часах? У меня на часах 23.50. Я не сплю, хотя очень хочется. Давайте посмотрим, что же у нас в сухом остатке. Начнем с глаз, потому что глаза виднее всего. Здесь очень-таки неплохо еще держатся тени на глазах. Они очень яркие еще. Не скатались в кладочку. Есть все оттенки, даже вот эти самые светлые, растушевочные. Они все равно на месте. Они все держатся. Притом, не забывайте, что здесь нет никакой подложки. На свои деньги тени, я считаю, очень достойные. И нужно обратить на них внимание. Стрелочка на месте, тушь для ресниц тоже. Как ее накрасила, так она и держится со мной. Ходит на протяжении дня. Ничего не осыпалось, никуда не отпечаталось. Дальше брови. Брови очень хорошо держатся тоже. Они зафиксированные. Вот здесь вот все прям четко зафиксировано. Карандашик для бровей, карандашик для бровей на месте. Супер! Дальше идем скуловая коррекция. Она здесь есть немножко какими-то уже проплешинками. Здесь вообще какое-то пятно, я смотрю, вот это вот. Но что-то еще, какая-то тень здесь присутствует. На лбу я не вижу, но с другой стороны я проходила полдня в кепке. Может быть и кепкой это все дело стерло. Дальше, что у меня еще было? Пудра. Пудра изначально, если честно, испортила всю малину. Хотя первые там пару минут казалось, что вроде как даже на что-то там заблюрило. В конечном итоге она на мне все равно лежит какими-то комочками и выглядит на коже так. Знаете, она ее старит. Но некрасиво она выглядит, сколько я не пыталась ее на себя наносить. Мне она абсолютно не подходит. Она у меня подчеркивает все. И, в общем, когда подчеркивает все, то это уже некрасиво. И можно дальше, я так думаю, ни о чем не говорить. Дальше. Ну, тем более, да, у меня здесь сейчас все блестит. Матирующая пудра. Но, с другой стороны, тоже столько времени я хожу. Может быть, даже и неудивительно. Хайлайтер. Я вижу, он здесь бликует. Все. Кстати, хайлайтер очень даже неплохо держится. Он здесь присутствует с обеих сторон очень хорошо. Но я не вижу абсолютно румян. Ну, и ладно, пусть будет так. Помада. На губах у меня какие-то вот есть какие-то комочки. Но, если честно, если бы я не тестировала, а просто ходила целый день с таким макияжем, то я бы, конечно же, поправила уже несколько раз губы. Поправила бы помаду и нанесла ее бы несколько раз. Либо стерла, либо съела. В общем-то, но я старалась максимально не трогать. Хотела посмотреть, что же в конечном итоге останется. А осталось почти ничего. Чуть-чуть еле заметный какой-то контур. И то не везде. И от помады только вот сухие комочки, которые отваливаются. Но помада после горячего кофе выглядела очень хорошо. Она абсолютно не стерлась. Но я потом еще ела один раз, потом второй раз. Потом еще был перекус. В общем, либо мне нужно меньше кушать, либо надо более стойкую помаду. База. Не знаю, что именно. Или тональные средства, или база. Но это, скорее всего, база. Потому что у меня сейчас вот здесь вот просто какие-то не поры, а кратеры, в которые все провалилось. И база, и тональные средства. Я на самом деле адекватно оцениваю состояние своей кожи. Но так как выглядит сейчас вот здесь вот эта зона, и на лбу давно у меня не выглядело так некрасиво тональные средства. Поэтому здесь я не могу сказать, что это все мне нравится. Это мне вообще не нравится. Здесь у меня прям лысое все. Здесь тоже подстертое. Ну ладно, вот это вот я тоже делала. Хорошо. Но в порах вот именно вот это место очень некрасиво выглядит. Я не знаю, что именно. Либо пудра, либо база. Но тональные средства я наносила его раньше. В принципе, оно меня устраивало. Я не думаю, что сейчас оно прям что-то такое феноменальное могло здесь сделать. Но, скорее всего, это была база. Потому что вот здесь вот прям как-то все так нагромождено. Может быть, и база, и еще пудра с комочками своими непонятными. В общем, мне надо просто эту пудру уже отложить куда-то в сторону и больше ее не трогать. Потому что это просто не мой продукт. Вот. Но, в принципе, лицо, грубо говоря, оно затонировано. Только вот здесь вот на подбородке и носик немножко подсерт. Ну, это понятно. В общем и целом, выглядит даже не то, что неплохо. Просто тональное средство есть. Вот здесь хотя бы уже, конечно, хочется промокнуть чем-то. Какими-то салфеточками. Но я уже сейчас пойду умываться. В общем, пишите свое мнение в комментариях. Я думаю, вы все наглядно сами увидели. Может, я уже в это время неадекватно что-то оцениваю. Так что поправляйте меня обязательно. Не стесняйтесь. Я вам всем благодарна, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте лайки, комментарии, подписки. Это вся ваша активность. Очень приятно. Подписывайтесь, если еще не подписались. Как всегда, всем хорошего дня. Прекрасного настроения. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok